Друзья, всем привет! Сегодня мы вдвоем с Настей поиграем в замечательную игру для взрослых и детей, которая называется «Три поросенка», созданная по мотивам одноименной сказки и входит в серию игр-сказок от издательства Gaga Games и Yellow. Вот у нас есть такой первый том, есть вот такой пятый том про красную шапочку, видимо есть еще второй, третий, четвертый и может быть даже шестой и так далее. Об этом я пока что не знаю, надеюсь, что появятся и другие игры данной серии, потому что оформленные они очень круто. Я вам сейчас быстренько покажу, внутри коробочки есть вот такой органайзер для всех компонентов, как выглядит игра. Есть даже современная версия сказки от Бенуа Форже. Это не правило, просто такой доп-материал к игре, который можно детишкам прочитать. Сами компоненты очень клевые, тут есть такие кубички. Что же мы будем с ними делать, а, Настя? Скажи нам, пожалуйста, правила. Ну, судя по сказке, я так понимаю, мы будем строить домики, а волк будет их сдувать. Все как в сказке. Поросята строят домики, а злой и страшный серый волк будет их периодически рушить. Наша цель – строить домики, за которые в конце игры мы будем получать победные очки. Игра у нас заканчивается, когда при игре вдвоем две из вот этих стопок с жетонами разных отсеков домов закончатся. Мы посчитаем очки. Очки – это вот эти мордочки поросяток. Каждая из них – это одно победное очко. Цветочные горшочки – это победные очки. Но будут считаться очки только в тех домиках, домиках, у которых будет крыша. Те домики, которые у тебя будут недостроенные в конце игре, то есть без крыш, они разрушатся. Ну, понятно. Будем считать, да? Плюс мы будем с тобой, так как мы уже все-таки не маленькие дети, мы будем играть с расширенными правилами. У нас есть вот такие карты целей. Эту карточку целей получит тот игрок, который первым завершит соломенный дом. Да, вот здесь, видишь, есть дверь, окошко и крыша. Этот дом считается завершенным, но тот, кто первый завершит один из домиков соломенных, получит эту карту, это плюс два очка. Это, соответственно, кирпичный дом и деревянный. Эту карту в конце игры получит игрок за самый высокий дом. Эту карту получит игрок, у кого будет больше всего домов. Эту карту получит игрок, у которых больше всего будет цветочных горшочков. Теперь, как проходит сама игра. Игрок бросает все пять кубиков, решает, какие из них ему оставить. А какие перебросить? Перебрасывать можно, то есть всего бросков три. То есть я могу вот сейчас что-то оставить и до двух раз еще перебросить. Я решаю, например, оставить вот так дверь. Две двери. Видишь, кубики отличаются. То есть есть беленькие, есть черненькие с рисунком черным. Дело в том, что вот на черных кубиках встречается значок волчка. Вот такой. Когда выпадает волчок, мы его откладываем в сторону. Если вход игрока получается два таких волчка на кубиках, то игрок не построит ни один из участков домика, а покажет на домик другого игрока, скажет, вот на этот домик дует волк. Крутанет вот эту стрелку и все элементы домика вот такого типа у игрока от этого сдует. Вот. Ну и, соответственно, я решаю вот так сделать, да. Две двери оставить. Эти перебрасываю. С крыши дом начинать строить нельзя, естественно. Как и с окна. То есть дом всегда должен начинаться с двери. Да, и если я выброшу... Где у нас правило? Смотри, у нас два одинаковых символа позволят купить дверь из соломы. Соответственно, три одинаковых символа из дерева и четыре из кирпича. Что логично. Вообще домики можно комбинировать. То есть можно построить соломенную дверь, деревянную крышу и там... Я поняла, да. То есть не обязательно дом должен состоять из одного типа материалов. Ну, тогда ты не получишь... Тогда ты, соответственно, не получишь вот это, да. И если у тебя сдуют, да, если у тебя останется только крыша, то она убирается. Ну, логично, да. Да, но могут остаться два окна. И ты сможешь их заново какому-то начать строить. Извини, не только с двери, но и с окна можно начинать строить дом. То есть ты можешь вообще как бы не делать дверь в дом. Но он у тебя не будет считаться законченным, если в нем не будет двери. Понятно. Через окно, короче, заходить. Да. Домики без крыш сбрасываются. Ну, то есть у тебя, в принципе, может быть дом и столько из окон. Вот как этот, например, видишь, да, здесь окно и крыша. Но это тоже считается домом, он приносит очки. Понятно. Вот. То есть дверь, в принципе, не обязательно. В доме у поросят. Такой. Я же говорю, через окно мы можем. Ненужный элемент, да. Он не обязательно. Не обязательно. Так, я бросил три крыши. Ну, я еще раз хочу их перебросить. Выбросил одного волчка. Ну, вот я могу теперь построить вот такую дверь деревянную. Твой ход. Ох, дверь накидала. Ну, у тебя уже хватает на деревянную дверь. Дверь оставляешь. Логично. Вообще, я же могу не прикидывать. Ну, в смысле. А, у тебя есть еще два броска. Может, ты себе получше дверь купишь. Эта дверь вот такая. Ну, еще разок. Вот, пожалуйста. Строишь себе каменную дверь. Бум. Этот волк, он тебе не страшен. Ну, понятно, да. То есть, тебе даже хорошо выкинуть его, чтобы мне навредить. Один волчок. Так. Домиков можно одновременно сколько угодно строить. Ну, я возьму вот так. Видите, брошу. И еще раз брошу. Но нет. Видимо, у меня судьба деревянные домики строить. Обращаю внимание, кстати, на цветы. То есть, вот этот сейчас выгодно, да, дверь строить. Кирпичную. Ну, вот, ты дуешь на мой домик. Говори, на какой. Ну, у меня оба деревянных. Ну, да. Поэтому не важно. А, ну, здесь смотри, здесь больше цветочков. Лучше тебе дуть на него. Ну, если попадет. Дуй. Нет. Солома. Не попала, слава богу. Вообще, на нее, типа, если хватает сил, написано дуйте. Но я вот... О, двигается. Как реально волк дует. А, понятно. Да, ну, мы не будем заморачиваться, потому что микрофон тут прямо стоит. Будут звуки не очень для вас приятные. Так, подожди. Ну, а я могу еще перебросить? Нет, все. А, все. Ты ничего не строишь, потому что у тебя два волчка выпало. А, точно, да. То есть, волка выгодно ждать, когда у соперника большой дом, и, например, он одного типа. Ну, ждать их невозможно, они попадают сами как-то. Нет, ну, вот я, например, могу там остановиться сейчас. Знаешь, я тебя строю дверь. Либо бросать, чтобы с надеждой волчок выпал. Ну, вот, пожалуйста. Ну, я еще разброшу. Наконец-то каменная дверь. Так, ну, что же я три дома начал строить? Как-то мне это... Давай. Дверь, дверь. Три окна. Что, кошка получится? Может. Окошка-то-то деревянная получится, да? Окошка получится такое. А ты можешь еще бросить, например, оба этих кубика можно перебросить. В надежде построить вот такое окно. Здесь, кстати, цветочек. Либо эти все перекинуть, и дверь будет, да? Ну, да, то есть... А зачем? Лучше бы окно. Ну, нет. Ну, ты строишь соломиную дверь. Так, погнали. Тааак. Волк. Я окно буду строить. Нет, строить соломиную дверь. Ну, что-таки крышу. Сейчас. О! Ты смотри! Ничего себе. Четыре. Это вот эту я строил. Да. Здесь. Нет, вот здесь. Так. Так. Ну, деревянное окно. Выбирай, на каком доме. Это у тебя так себе дома. Это, ты чувствуешь, будет фундаментальный, да? Да. Засчитаешь? Да. Заживай. Заживай, да. Окно хочу. Еще хочу. Окно покруче. О, отлично. Четыре двери. Это уже неплохо. Ну, круче, чем эту дверь ты не возьмешь. В любом случае, да. Останавливаешься. Три крыши. О, четвертая крыша и волк. Давай вот так вот. Бум! Завершили домик. Окно. Еще разок. Да. Самое лучшее окно. Только у нас в компании. Что за фирма? Не знаю. Тудуф. Так. У тебя тоже три дома намечаются, да? Ты смотри, у нас сейчас, кстати, быстро очень может игра закончиться. Простроить крыши, я так чую. Зима близко. Так, волк пришел. Крышу у меня получится только салонную сделать. Ну, да ладно. Окошко. Неплохо, че. Можешь за самый высокий дом побороться. Вот. И у нас первая закончилась. Колонка, вот сейчас еще одна заканчивается. То есть, если кто-то берет, например, эту дверь, то игра закончится. У тебя ни одной крыши. Ты понимаешь, что если я сейчас построю вот это, я 100% победил. Чего ты молчишь сегодня? Ну, это не такая игра, ради которой я тут буду сейчас убиваться. В смысле убиваться? Не болеешь за своих поросят совсем. Нет, вообще не болею. Это второй мой бросок был? Давай третий. Да? Ну, я строю вот эту дверь. Просто потому, что я уже вижу, что я победил. Почему бы этого и не сделать, да? Получается, у тебя дома не завершены. За них ты очков не получаешь. Это у нас тоже никто не взял награду. Просто посчитаю, сколько я очков заработал. За самый высокий дом, за больше всего домов. И цветочки. И за цветочки. Я получил... 29. 29 очков. Ну, думаю. Тебе не понравилось, да? Ну, она детская, я согласен. Но для детишек, я думаю, будет клево. Для детишек, конечно, будет клево. Потому что, ну, компоненты прям... Да. Вот так, друзья. Спасибо. Я надеюсь, что данное видео было вам интересно, полезно. И до скорых встреч в следующих видео. С вами был Итвой Игровой. Пока. Пока. Продолжение следует...